Только Украина! Украина ніколи не залишиться наодинці проти агресії. Много горя, злости и печали принес нам этот год, но все же были моменты, которые вселяли надежду, заставляли плакать от радости или умиления. Без юмора, надежды и веры в скорейшую победу мы не смогли бы выдержать этот безумный год. Давайте вспомним о главных мемах и знаково-трогательных видео этого года. Поехали! Первый и самый популярный мем родился в день начала войны. Один из 13 украинских пограничников острова Змеиный на предложение оккупантов сдаваться послал крейсер Москва в заданном направлении. Фраза настолько прижилась, что ее стали печатать на футболках, марках, включать ее в треки. Теперь фразу знают все в Украине и за ее пределами. А сам крейсер Москва вскоре действительно ушел кормить рыб в Черном море. Змеиный остров! Я русский корабль! Повторяю! Предлагаю положить оружие в ЗАГСа, иначе по вам будет нанесен удар! Как поняли меня, прием! Русский военный корабль! Иди нахуй! Украинский музыкант Андрей Хлывнюк с первых дней войны пошел в киевскую чероборону. Песня, которую он спел в знаковом для украинцев месте в центре Киева на фоне Софийского собора, стала едва ли не главной песней войны. Бою лузи, червона колына, похлылася. Она понеслась по миру в разнообразных обработках и набирала десятки миллионов просмотров. Червона колына была гимном украинских повстанцев начала 20 века. Сечевых стрельцов. Теперь она пережила новое рождение, и самое главное, кавер на червону колыну сделали легендарные Пинк Флойд. На днях группа передала собранные полмиллиона фунтов в помощь Украине. Не менее легендарной стала и Стефания, победителей Евровидения группы Калуш. Каждый ребенок знает, как поднять настроение в бомбоубежище. И даже самый знаменитый дедушка Украины, дед Толя, подключился к исполнению. Стефания, мама моя, Стефания. Война породила и новый вид войск. Тракторные селяне в Запорожской области первыми утащили БТР, которые оккупанты от чего-то решили оставить на обочине дороги. С тех пор понеслось. Так родились легендарные тракторные войска. Селяне стали таскать БТР, танки и даже солнцепелки с буквами «З». Это удивляло даже бывалых военных. Унитаз – главный символ российского военного. После того, как оккупанты захватили часть украинских земель, они стали грабить дома украинцев. Нищеброды из-за поребрика были удивлены тем, как живут украинцы. Доходило до совсем немыслимых вещей. Камеры наблюдения зафиксировали, как вторая армия мира воруют кур, женское белье, унитазы и стиральные машинки. Зашел я раз в помещение, да, там, туалет, душ в доме, да, у меня такого нет, понимаете, и мне было стыдно зайти. Национальным словом года стало слово «полянытя». Это сочетание букв очень тяжело выговаривать россиянам и многим иностранцам, кто не знаком с украинской фонетикой. Скажешь чуть по-иному, и это уже будет клубника, а не круглая булка хлеба. Так опозорилась Скобеева. Клубника. Украинский звучит поляница. Если ответил неверно или неправильно произнес, как-то с ошибками на колене или пуля. Это слово стало кодовым для ловли диверсантов. Ведь оккупанты не могут не только его выговорить, но и часто не знают, что оно значит. Так стали распознавать своих. Найди пароль, пожалуйста. Полянытя. Поляныца? Так. Классно. Ну круто. Морозово истая? Так. Вот и ждите. Небо над украинской столицей охранял неуловимый призрак Киева. По легенде, в первые дни вторжения он забил то ли 6, то ли 10 российских самолетов. На самом деле, это был сборный образ летчиков 40-й бригады тактической авиации. И таких крылатых призраков было несколько. Доброго вечера, мы из Украины. Фраза «Доброго вечера, мы из Украины» впервые стала вирусной именно из-за этого трека, который вы слышали выше. Диджеи Пробас и Харди сделали его год назад. Но еще больше она стала популярной благодаря оптимистичному главе Николаевской ОВА Виталию Киму. Добрый вечер, мы из Украины. Доброго вечера, мы из Украины. Титул «Успокаина года» можно также отнести и к заму главы офиса Зеленского Арестовичу. Он часто дает противоречивые прогнозы и допускает странные высказывания, но с начала войны имеет свою популярность. Он причастен к созданию еще одной легенды – Чернобаевки. Знаменитое село в Херсонской области рашисты пытались взять несколько раз. Там находится стратегически важный аэродром. Их атаки были отбиты много раз, но сколько именно Арестович его знает? Кстати, господа, сериал «Чернобаевка» закончился. Жест доброй воли, наряду с хлопками вместо взрывов или бавовной по-украински, отрицательным наступлением и СВО вместо войны прочно закрепился в словаре современных российских врунов из Минобороны. Называть вещи своими именами им с 24 февраля стало еще больше нельзя. Поэтому они уносили лапки с острова Змеиной, Харьковской, а позже и Херсонской областей. Но своим рассказывали о чудесах. 30 июня в качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиной и вывели находившийся там гарнизон. Среди известных врунов и белорусский диктатор, и любитель проскочить между капельками дождя. Он продолжает категорически отрицать и скрывать факты оккупации своей страны и нападения на соседей. Еще и обвиняют в развязывании войны Украину. Знаменитая фраза на встрече с Путиным стала мемом и названием нашей шуточной программы. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска. Но как бы русский мир не старался показать, что их в Украине ждали, все проходит с точностью да наоборот. Как только оккупантов в СУ гонят с украинских территорий, жители выходят встречать в СУ с цветами, блинчиками и пирожками. Люди отдавали последнюю еду, чтобы порадовать украинских военных. Так, в начале сентября оккупантов погнали к границам РФ в Харьковской области. Освободили Купенск, Изюми, Балаклею и ряд других населенных пунктов области. С капустой бери! Как вы это? Что? Да, мы украинцы. Дайте я вас поцелую. А два месяца спустя огромный праздник случился и в Херсоне, и в правом берегу области. Очередной жест доброй воли. То есть оккупанты снова сверкали лаптями. На улице столицы Арбузов вышли радостные жители, которые долгие месяцы прожили в информационном вакууме. Теперь они достали украинские флаги и заобнимали украинских военных. А этот счастливый херсонец пробрал до печенок даже Соловьева. Пропагандист заявил, что мужчина не из Херсона, ведь он говорил на английском. Я желаю, что мы наконец-то свободны, что мы свободны. Потому что сейчас нет электричества в городе, нет вода, нет центрального распространения. Нет мобильной связи, нет интернет-соединения. Но мы не имеем русских. И я очень рада с этим. Также у украинских военных большие планы на Крым. Несколько взрывов в августе и сентябре звучали на военных аэродромах оккупантов. После Бавовны 9 августа на аэродроме в Новофедоровке под Саками россияне стали массово уезжать из Крыма. Эта женщина стала легендой. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за лужицы. Как здесь классно вообще. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно. По-домашнему. После начала войны в Украину началось паломничество знаменитостей и мировых лидеров. Главным любимчиком украинцев стали теперь же экс-британский премьер, которого любя стали называть Борисом Дженсуником. Он смело и не единожды прогуливался по Киеву и общался с людьми. Стали легендой войны и несколько животных. Символом стойкости стала кошка Шавка из Бородянки Киевской области. Животное провело несколько месяцев без еды и воды на седьмом этаже разбомбленного дома, пока ее случайно не заметили и не спасли волонтеры ЕГСЧС. А среди собак несомненной легендой является Патрон, пес-сапер-талисман черниговских спасателей. Он разминирует территории и рассказывает детям об опасностях войны. Кроме того, в свободное время активно ведет соцсети и общается с мировыми лидерами. У него даже есть государственная награда, и ему можно облавить канадского премьера и лизнуть в госсекретаря США. Украинцы бьют рекорды по сборам на ВСУ, поддерживают своих военных кто чем может. Вот 90-летняя бабушка делает окопные свечи. Украинцы за три дня могут собрать миллионы на легендарные турецкие беспилотники Байрактары. Им помогают и поляки с балтийцами. Даже самый маленький вклад в общее дело важен. Это доказал и один из главных волонтеров, телеведущий Сергея Притула, чья фраза тоже стала мемом. Любите украинцы, этот день настал. Мы купим Байрактары. Даже маленькая шахматистка и маленький певец отдают заработанные честным трудом деньги на общее благо. Вы где взяли эти деньги? Вы в законный способ их сдобули? Нет, я стримала в мою руку, чтобы я на Сауну. Ну, это очень законный способ. И поэтому украинцы даже могут купить спутник. Украинцы, вы космос. Мы купили супутник. Но это не просто один супутник. Он дает нам доступ к базе данных супутниковых снимков сузирья супутников компании Айсай. Вот почему украинский народ ближе и понятнее цивилизованному миру. Эмпатия, поддержка друг друга, семейные ценности, сочувствие, свобода мнений и действий, доброта и культура. Вот чем отличаются демократические страны от безразличных варваров, террористов и завоевателей, которые сами готовы жить в болоте и погружать туда соседов. Диктатуры падут, Беларусь будет свободной, а Украина, несомненно, победит. Ведь с ней вместе весь мир и правда. И напоследок в череде милых видео легендарный украинский щедрых в исполнении военных и добровольцев. Щедрых и, по возможности, веселых праздников желаем вам и мы, бойцы информационного фронта «Нехта». Щедрых и, по возможности, веселых праздников желаем вам и мы, бойцы информационного фронта «Нехта». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok